здравствуйте дорогие радиослушатели в эфире программа политинформания и ее ведущие геннадий брумер и эдуард брумер а сегодня мы будем говорить о g7 g7 потом гена нам более подробно расскажет такой g7 если могу сказать что россия хочет быть в элитной группе государств но ее туда не пускают ее оттуда вышибли хотя надо сказать что президент трамп хотел бы чтобы россия там присутствовала он это аргументирует тем что есть вопросы которые нужно решать именно с россия это и проблема сирии и ирана проблема терроризма и многое-многое другое вот сейчас мы об этом будем говорить а что у нас ютубом ген а смотрите нас пожалуйста на ю тубе под вывеской эллисе народная волна ставьте лайки оставляйте свои пожалуйста комментарии всегда будем рады и прочитать и ответить значит а перед тем как мы мы сегодня будем немножко больше беседовать чем обычно а потом мы начнем принимать звонки для тех кто будет первый раз звонить или ни разу не звонил 847 420 52 но наберитесь терпения подождите и мы сейчас будем говорить именно о этом вопросе и о россии как о не элитном государстве и так ген что такое g7 и как к этому относиться да я хотел бы напомнить кратко историю g7 тот кто не знает может быть это ни в коем случае не международная организация это элитный клуб джентльменский клуб мощнейших гас мировых государств экономических и политических именно тех которые и в этом решают играют на политической доске организован он был в семьдесят пятом году во франции во дворце рамбуе по предложению тогдашнего президента франции жескар де стена и в эту это было сначала шестерка g6 куда вошли лучшие европейские страны италия англия германия франция плюс сша и япония а в 76 году присоединилась и канада вот и с тех пор значит они собирают они собираются на так называемые саммиты где где на какая каждый год в какое-то государство приседательствует и они на этих саммитах неформально решают проблемы всего мира так как их не ввп позволяет то есть вот это не забить проблемы политические экономические и политические точнее это это джентльменский клуб сильнейших их мировых игроков вот а когда россия стала на путь выздоровления и как бы на пути к демократии то было решено что так как это самая большая страна в мире и тем более в европе было решено ее пригласить к участию в работе g7 и было сначала организовано g7 plus one плюс 1 а после чего в девяносто седьмом году это было преобразованы в g8 где россия стала полноправным значит членом вот этого элитного клуба и мы с тобой этих хотели поговорить значит нужно туда возвращать россию кстати хочу напомнить что участие россии приостановлено в g8 то есть ее изгнали но при каких-то обстоятельствах будем так говорить что дверь оставили да 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 при каких-то обстоятельствах она может туда вернуться об этом в принципе трамп и президент франции начали об этом говорить ну смотри а если говорить о россии да то они как бы говорят вот если читать комментарии и в газетах и в интернете они говорят что нам принципе это и не нужно то есть но у нас не приглашает и черт и черт с вами да хотя на самом деле то как это сказано чувствуется обида и в какой-то степени унижения скажи вот для россии это является унижением или принципе ну и черт с ним на самом деле знаешь я бы говорил бы не столько россии сколько личности самого путина самому путину очень нравится быть среди в этом джентльменском клубе среди главных шахматных игроков мировой политики ему лично я бы сказал бы о государстве вот ему ли это было видно когда они туда входили ему было это было видно на всех картинках как приезжают все эти лидеры что он один из них чаще всего кстати заметь если ты посмотришь хронику до до четырнадцатого года путь путин чаще всего находился возле американского президента на тот момент то есть россии считал себя серьезнейшим игроком и ему это нравилось ему это нравилось но сейчас он хочет чтобы его туда не столько звали сколько тащили туда не дали аудиции как смотри будем так быть слова пригласили его бы устроила нет 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 он хочет чтобы ему не просто его пригласили а его все вместе позвали и еще дали какие-то ему преференции то есть он не хочет быть как это раньше было на равных со всеми сейчас он хочет получить себе вот как штаты например ну какой-то лидирующий голос к хорошо что лично для нашего президента трампа почему именно трамп хочет чтобы россия в лице владимира путина участвовала вот в этом элитном клубе что ему это дает будем так говорить для нас да как для избирателей а те кто поддерживает трампа но вместе с тем и следят за тем что происходит в россии это такой небольшой знак минус да а на самом деле это искреннее предложение трампа о том чтобы россия участвовала или это такая игра как говорится вот смотрите я как бы все-таки хотел бы чтобы вы участвовали владимир в нашем клубе но другие страны значит следующий саммит пройдет в сша и трамп на право хозяина имеет право пригласить кого он хочет но мне лично кажется что для избирательной кампании на тот момент избенна в следующем летом избирательная кампания в америка в америке будет идти по полной программе для трампа мне кажется это будет минус по какой причине украинская община польская община будут настроены категорически против насчет какая как какая-то часть русской общины будет настроена категорически против в том числе я почему объясню сразу я считаю что в джентльменский клуб шулеров не приглашают это мое такое четкое мнение или гангстеров да или гангстеров но мы говорим о том что они играют все-таки в по в преферанс до политический мировой преферанс игра жесткая никто не говорит о том что там значит все как-то она чисто и гладко но все-таки это джентльменский клуб если кто-то начал играть не по правилам его изгоняют а так как путин решил заняться шулерство он был изгнан и как мне кажется как мне как избирателю трампа меня это бы очень сильно огорчило как наверное какую-то часть русской говорящей общины а какую-то часть мы вот по звонкам на и она будут звонить бы наверное это будет приветствоваться давай напомним телефон нашей студии 847 400 522 0 и хочу напомнить что тема сегодняшние беседы это g7 джентльменский клуб без россии давайте пожалуйста будем не будем отвлекаться тема будем быть по существу кожи и четко да пожалуйста те кто будут звонить называйте свое имя и держите себя как в руках те кто решил поддержать россию будьте интеллигентны мы вас значит смешно на самом деле это политкорректное название на самом деле проститутка европа виде меркель которая запустила в свою страну и в канала и угробила практически уже германию макрон и все остальные практически кто они такие кто они такие на самом деле они ведут двойную игру они говорят нет мы его не пустим а сами с ним все время заигрывают а наш президент наоборот он накладывает серьезные сначала он будет давайте мы вас вас пригласила потом санкции накладывает и в то же время его приглашать почему посмотрите что творится например венесуэле если бы россия не помогла этому президенту мадуро да давно бы уже венесуэла была бы свободной страной теперь посмотрите на китай свое время для чего с китаем америка установила хорошие отношения никсона установила отношения это для того чтобы оторвать ее от россии а сейчас надо оторвать от россии китай и для этого нужно иметь отношения с путиным нормальные серии но в общем везде между прочим путин проводит свою политику несмотря на то что экономически слабая страна а он умудряется гадить везде ну хорошо скажите ему нужно поэтому правильно делает совершенно наш президент а те которые не понимают увы спасибо как зовут мария спасибо вам мария спасибо доброго слушаем россия должна вечера задавить этот клуб и больше там никогда не быть тоже им не достойно это дерьмо быть для россии вопрос закрытся ты прямо да как вас зовут спасибо спасибо за вашу меня зовут да любое меня зовут эдуард а моего собеседника зовут геннадий очень приятно очень приятно спасибо за ваше мнение спасибо давайте пожалуйста добрый день добрый день добрый вот это большая семерка я не знаю можно ли описать как центрменский клуб или нет вообще это всегда считалось 7 демократических стран с крупнейшей экономикой и россия вообще не подходит в это под это определение не с точки зрения демократии какого она не является не с точки зрения крупной экономики поэтому на мой взгляд россии не было место в этой организации вообще никогда изначально и сейчас изначально 1 сейчас идем выгнали россию за то что они оккупировали чужую страну пока оккупация продолжается не может быть никаких даже разговоров хорошо а потом ее нужно будет вернуть обратно когда оккупация прекратится совершенно верно но и поэтому очень но 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 этого этого это вопрос он ничего не понимает и поэтому хочет подлезаться к путлеру но мне было бы интересно узнать логику трампа потому что я не считаю что он дурак и гитлеры как того называют я считаю что у него есть своя логика но я нигде не могу прочитать как вот чем он объясняет почему он хотел путлера туда ну я я не знаю сейчас я это закончу пожалуйста извините пожалуйста и к этому вот сегодня я не знаю вы это упоминали или нет ну это было на cnn то есть правда это или нет я не знаю но что якобы трамп хочет остановить 250 миллионов которые мы даем украине чтобы защищаться от россии информация спасибо вам за ваше мнение по моему же не да значит я быстро отвечу такая информация действительно сегодня прошла о том что те деньги которые выделяются украине они как бы ну в подвешенном состоянии а я думаю чем это связано это связано с тем что украина ну будем там большая коррупция даже не в том что коррупция они нарушают какие-то договоренности с америкой которые у них существует потому что вся информация идет от волкера а который ее украину курирует я думаю что это наверно все одну скоб мы более подробно я думаю ближайшее время узнаем мы вас слушаем говорите пожалуйста добрый я негативно отношусь к предложению давайте мы скажем как вас зовут сначала послушайте я скажу значит я поддерживаю мнение лаврова он высказал его официально что мир давно ушел далеко нет уже не какое-то болото семерка которая полностью зависит в общем-то от соединенных штатов а трамп он слушает мнение своих близких людей там кушнер там еще куча людей которые разбираются во всем лучше чем вы или я или кто-то еще понимаете они очень хотят чтобы путин пришел туда умные люди соединенных штатах а россия это не нужно это уже болото отстой россия это не нужно я спасибо спасибо за ваше мнение я честно скажу вам что я с вами не согласен потому что может быть россии это не нужно но это нужно владимиру путину владимир путин а человек который хочет быть среди понимаете внутри этой элитной а политической тусовки g7 дает такую возможность вопрос не стоит о стране вот я в этом уверен на сто процентов вопрос стоит только в одном человеке я не думаю что владимира путин на сегодняшний день очень сильно интересует эта страна вот знаете может быть раньше и со мной многое могут поспорить может быть раньше его эта страна как-то интересовала а на сегодняшний день она его абсолютно не интересует но это тема как он хочет быть одним из избранных которые решают судьбы мира это как было когда-то скажем тройка сталин рузвельт черчилль это когда-то было двойка например ну советский союз и америка решали да теперь возьмем звонок слушаем добрый день добрый добрый день послушайте россия никогда не просилась и не вспоминала про эту g7 родили родили эту проблему господин макрон и там почему потому что ни одной проблемы в мире это импотентная семерка решить не может один человек в мире который что-то решает и делает это путин я вас я вас услышал мы потом дин вам ответим говорите пожалуйста добрый день добрый день брат брумер тот который эдуард скажите пожалуйста а какому владимиру путину это надо я там в архиве прослушал прошлую передачу так варвара сказала что путин их 5 а того настоящего нет таких 5 1 какому я не надо никогда вадим безмерно рад что вы вернулись в эфир причем самое интересное вы вернулись а практически интеллигентным человеком сколько владимиров путина в россии лично я не знаю я их не считал понимаете поэтому будем так говорить а это g7 да она может быть вонючая она может быть не вонючая она владимиру путину очень и очень нужно а это можно судить потому что говорит пропагандистское телевидение россии посмотрите внимательно передачи 60 минут посмотрите вашего любимого владимира соловьева и вы все сразу поймете мы вас слушаем добрый день говорите ну значит не говорите значит смотри а что я хотел что я хотел добавить давай давай вот что перед тем как позвонил наш значит часто слышащий дин и сказал что значит владимир путин вот перед тем как уйдем на рекламу да чудо мнение это единственный человек который решает все в мире проблемы больше их не решает никто один владимир путин который и отныряет батискафе и ездит с этими как их называют стерхами летает стерхи потом он на мопеде ездит с хирургом из извиняюсь за выражение боевыми пидорасами понимаете вот этот человек решает все проблемы в мире мне интересно твое мнение но путина же называют решальщиком да поэтому наверное это такая идея пришла этому радиослушателю но на самом деле на самом деле без путин путин не одиночка водки вот китай например да а китай готов решать все вопросы сам это в своем регионе вопрос в том что почему путин хочет быть в семерке восьмерке чтобы его не считали региональным лидером то что обама когда-то сказал идика единственный наверное фразу которую я поддерживаю что россия это региональная держава с ядерными амбициями вот здесь я могу по и путину очень хочется быть среди он не решает во первых у никакие вопросы не решает а какие он решил все его что-то решил нет там до сих пор идет война он собственной стране ничего решить не может потому что население ученые взрываются день денег нету он решает все вопросы кроме собственной страны а примем последний звонок и уйдем на рекламу мы вас слушаем добрый день добрый день добрый феликс приятно скажите пожалуйста вот я понимаю что вы говорите том кому это нужно я например не знаю для чего это нужно для россии вы не знаете почему это нужно для россии чего это нужно я хочу сказать что вы говорите что вы говорите от лица сей русскоговорящий не всей нет нет ни в коем это наше личное много у нас здесь есть дин один вот это человек от лица многих говорящий наши вообще говорить о русскоговорящий да мы от своего я хочу узнать для чего русскоговорящим быть за или против хорошо спасибо феликс мы вернемся после рекламы я вам отвечу на этот вопрос ну хорошо давай еще один звонок и потом мы уйдем рекламу вас слушаем добрый день такая мысль возникла почему там там делает это очень не люблю путина очень люблю трампа поэтому пытаюсь всегда найти оправдание его действия вот как дело он пожимал руку горбачеву а в это время договаривался саудовской аравии о понижении цен на нефть поймать это как отвлекающий маневр усыпь усыпи длительность вот он приглашает путина я так тебя люблю тебя так уважаю а в это время всякие санкции проводит пытается ликвидировать северный поток пытается продавать как можно больше газа в европу и по всем по всему миру понимаете как бы подрывая их экономику и вот я надеюсь что это ему удастся ну ему это удастся я вам еще больше того скажу перед тем как мы уйдем на рекламу никому лучше не удается подорвать экономику россии как это делает владимир путин и его друг медведев спасибо спасибо мы возвращаемся в программу политинформания сегодня мы беседуем о g7 и ее отношениях с россией большей степени с владимиром путин нужно ли владимиру путину g7 или нужно g7 россия почему как и что хочу сразу ответить феликсу чтобы это получилось не чтобы не было без ответа да зачем нам то о чем мы сегодня говорим а я объясню я не хочу лично себя я говорю я не хочу чтоб россия вообще на сегодняшний день играл какую-либо важную роль а в принятии каких-то политических и экономических решений потому что как только россия куда-то влазит значит везде начинается появление проблем рано или поздно но проблемы эти появляются так вот я не хочу чтобы эти проблемы появлялись тем или иным образом я стараюсь понять мнение наших радиослушателей те кто интересуется россии и ее политикой что они думают по этому поводу я свое мнение высказал добрый день говорите пожалуйста мы вас слушаем как вас зовут я очень приятно а вы не воспринимаете этого человека в штыки который стал что путин решают все он абсолютно правильно говорит в этой ситуации владимир владимирович действительно решает обезьяна с гранатой размахивающий своим оружием топотопным влезающий во все без исключения проблемы которые он не решает проблемы он создает он делает хуже чем любая ситуация где появляется владимир владимирович путин становится значительно хуже чем до его появления да помимо всего прочего чтоб собственных конец момента как он пришел к власти в 99-м году начиная со взрывов домов и заканчивая школа без флана терактом на дубровке и так далее так далее человек у которого руки по по горло в крови не не по локоть а по горло в крови человек который ничего в своей жизни кроме плохого не сделал там скорее всего пытается хоть каким то образом потушить вот этот вот волну ненависти и грязи которая идет от владимира владимировича путина везде где он не скажите ген у меня к вам быстрый вопрос пока вы не отключите а вы не считаете что пишут рамп просто хочет его контролировать а ну вы понимаете путину власти 20 лет практически время наверное уже все поняли что он он не контролируемый человек он даже нельзя сказать что он боится силы потому что боятся в общем-то умные люди он не относит он умный но по-своему он не боится ничего контролировать его вряд ли получится скорее всего скорее всего у трампа есть какие-то действительно собственные цели которые наверное нам не все понятно может может быть агена может быть эта часть какого-то торга так как трамп любит заключать торговые такие торгово-политические соглашения может быть это невидимый какой-то торг с путиным о каких-то кто-то из ваших радиослушателей которые звонили высказал предположение что россию выгнали все всем люди 8 за то что она забрала территория вот когда она она никогда не отдаст они забрали часть территории не для того чтобы ее потом вернуть и для того чтобы это было предметом торга а и надеяться на то что вдруг он придет и скажет ребята я погорячился вот забирайте все обратно этого никогда не спасибо спасибо большое за ваше мнение слушаем нету продолжаем нашу передачу на бедна пена напоминаю номер нашего телефона 847 400 52 2 0 и мы продолжаем ген а смотри владимир путин вот нам звонили люди да давай все таки решим для себя просто для себя ну хорошо мы примем звонок чтобы человек не на не ждал нас мы вас ждем а мы вас слушаем пожалуйста говорить слушайте ребята если честно я вообще-то не понимаю какие выгоды путин извлечет вот кроме удовлетворю удовлетворенного самолюбия от участия вот в этой в этом собрании в этом клубе а ничего дело в том я быстро отвечу потом гена ответит свое мне не скажет само слово элитность да само слово элитность само сочетание значит сочетание тех людей которые туда входят и сочетание а значит того что они делают то как они себя позиционируют для путина это очень важно он не хочет быть забытым политиком на сегодняшний день и для него и вообще для вот элиты российской вот это имеет значение сейчас гена скажет да я хотел бы сказать что если вы знаете что такое элитный английский клуб это значит такая такое место куда только приглашают избранных туда 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 не каждый может попасть самолюбия абсолютно самолюбия это вопрос даже не самой страны как бы видение ее политики участия какие практически были до этого вот он был 14 лет вместе с медведевым он ездил туда а какие практически он от вас вот смотрите а может быть там решают действительно какие-то экономически политические вопросы которые мы будем так быть под коверные игры да вот то что мы можем назвать но а вот именно я думаю я я еще раз говорю что путина как президента страна уже особо не волнует а единство что может его волновать это его рейтинг еще вот найти россия должна гордиться мы первые в космосе мы там выиграли войну мы там это вот путин значит при любых обстоятельствах вот приехал эрдоган мороженое там вручили понимаете вот эти вот как бы такие внешние факторы внешние факторы они на путина влияет он хочет быть среди равных он не хочет бы его оттесняли к таким странам как иран венесуэла и так далее вот и все спасибо большое спасибо добрый день говорите пожалуйста добрый добрый ваш вопрос я хочу перед рисовать другую сторону почему россию пригласили обратно в совет европы без даже их просьбы ну это это вопрос пожалуйста пожалуйста и потом сами вы найдете когда вы ответите на этот вопрос вы сами найдете ответ на ваш вопрос нет здесь очень просто совет европы или по все куда их пригласили это вопрос денег сегодня была информация например что россия готова погасить свой долг в размере 52 миллионов до этого они заплатили еще 30 чем-то это вопрос денег для пасек организации которые в принципе то ничего не решает вопрос денег для этих всех чиновников он важен вот для россии это важная статусность и на имиджевость имиджевость да а в g7 там это же это же не международная организация это просто собираются мировые львы игроки которые тихо спокойно для себя решают все свои вопросы между собой вот это и все путин вычеркнуть из этой мировой элиты поэтому мне кажется но это важно вернуться туда добрый день говорите пожалуйста я выскажу свое мнение никакого элитного клуба не существует никакой элиты не существует британия как выразился когда-то президент не трамп это было до того это пудель на коленях соединенных штатов все это мелкие сушки которые держатся в руках штатами более чем восьмистами восьмистами баз военных в соединенных что в мире путину нет равных в мире любой из них рад когда он с ними общается да вы что поэтому о каком элитном клубе вы говорите вы заблуждаетесь вы выдаёте желаемое знаете во первых во первых я вынужден вас прервать смотрите я я вынужден вас прервать по той причине что во первых вы второй раз звоните и не представляетесь я не хочу разговаривать человеком которого я не знаю как зовут второе а я понимаю ваше отношение к владимиру путину она ровная да ваши хорошие отношения и вы гордитесь этим отношением ай у нас абсолютно другое мнение понимаете и мы его высказываем мы живем стране где мы вправе высказывать свое мнение мы кстати даем возможности вам высказывать свое мнение между прочим вы знаете вы знаете мое имя а я не знаю ваше и это немножко неправильно а я в начале передачи давайте хорошо скажи хорошо константин ответе нам такой вопрос а зачем путин приезжал 14 лет на g8 и приезжал медведь а вот зачем до четырнадцатого года ему нужно было это не ответ надо было приезжать его туда никто не затягивал какая была обстановка какая была обстановка вот зачем путину нужно было приезжать пока он был президентом а потом медведев туда ездил тогда была такая какая такая а что изменилось что изменилось какая посмотрите вы посмотрите эти крыса страны потеряли свою значимость ну относительно конечно вы хотите сказать что великобритания перестала быть великобритании это ничтожным не уничтожено да нет вот мне найти константин не интересна ваша логика значит я кстати найти мне очень интересно да значит сша сша а значит потеряла свою статусность сша англия потеряла свою статус мелким государством стало про германию я вообще молчу ну это вообще как говорится где-то под ногами там вертится зато россия просто воскресла из руин вы мне скажите пожалуйста если россия воскресла из руин и такое великое государство почему в этом государстве предпенсионные люди которые должны были на пенсию идти не могут во первых не уйти не зарабатывают если там огромная большая безработица там очень много разных проблем там ученые взрываются лодки подводные лошарики гибнут там много чего происходит и и поверьте это мы еще даже не знаем того что там происходит кстати очень вам константин советую посмотреть фильм из передачи который называется редакция про курск который затонул и про которого ваш любимый путин сказал очень интересную фразу когда у него спросил ларри кинг что же случилось куском она утону она утонула понимаете я вам да я вам скажу то что вы говорите нету не государстве франции никого на то есть россия великое государство допускай займется сначала своим государством и наладит там экономику не занимается он ничем занимает нет не надо врать мы можем с вами спорить но врать не на нет 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 злобные мы смотрим правде в глаза а вы одели очки очки отделе еще да лавка таки наш спор ничему не приведет мы на разных параллелях добрый день говорите пожалуйста нет пока звонков значит я хотел бы тоже ответить константину значит с четырнадцатого года мировая политика ничем не поменялось как все друг с другом соревновались поменялись лидеры до поменялись лидеры и слава богу потому что в демократических государствах лидеры меняются направления политические меняются страны поднимаются опускаются мировые кризисы случаются но путин почему-то ездил 99 2000 года по 8 а потом 12 года он ездил ему принципиально надо было находиться среди этих людей политики не поменялось она даже не поменялось восемнадцатого века с девятнадцатого как решали проблемы товарооборота как решали проблемы безопасности все это осталось просто весь вопрос в том что также как так же как простые люди играли шахматы в карты ничего правило игры не изменились но просто когда шулер начинает доставать карту откуда-то либо он находит кого-то кто ему подсказывает какие-то ходы такого человека изгоняют это не поведение серьезных игроков поэтому путина оттуда изгнали почему и вот трамп сейчас хочет вернуть мне кажется просто ему хочется держать его как говорят врагов держи поближе и чтобы хотя может быть у трампа есть свои какие-то какие-то какое-то видение мне кажется это не совсем правильно но может может у него может быть что-нибудь узнаем в будущем потому что политика эта игра очень большая на многие года и наверное что-то все таки кстати мы кстати этих заметь идею возвращения россии в g8 подал макрон французский президент но вместе с тем потом сразу же и отказал до трамп трамп это это эту тему не начинал но макрон потом тихенько откатил и все осталось на трампе другой вопрос что наш президент эмоциональный человек мы вас слушаем добрый день экономику так вы в курсе насчет американского что стране настолько бардак что товар уже не тем качество не то те что мы делали товары уже таких товаров нету и это продолжается в массовом порядке чем вы будете что будете есть обрел выходите по ресторанам мы мы не ходим по будете есть где вы будете спать скоро америке которую вы изуродовали мы зубами которую я вас родил с приездом даже когда я приехал вы все были на уровне ковриков я вас поднял поднял вычистил и вы начали себя что делать подождите секундочку вы кого подняли вас поднял всех вас поднял вы всегда знает о чем я говорю я не могу конкретно всех людей когда я так сказал каждый знает о чем я поднял до всех я сказал я сказал всех молодцы я мы вас услышали что вы всех подняли я показываю с исторической точки зрения всегда было умнее и разумнее и доброжелательный в отличие от всех западных и 20 миллионов собственного населения просто уничтожила ну это как бы очень доброе и лично лично я вас услышал во первых мы вам но вас слушаем потом я отвечу этому добрый день они нас хрущевым но вас слушаем говорите пожалуйста здравствуйте я просто хотела выразить вам свое сочувствие сегодня мернолонное затмение и поэтому столько много нормальных людей спасибо спасибо за поддержку я просто вот хочу человеку который звонил нам да с хрущевым и он подымал кого-то в америке с ковриком вы знаете честно вам скажу о том что скоро в америке не станет еды воды и вообще разных развлечений я впервые слышу если вы можете но это мы я не знаю человек вообще это интересно тебе интересно что мы скоро останемся голодный но понимаешь дарят g7 человек сделал выводы мы останемся без еды я нет нет другой по слову отравится когда люди говорят что самая прогрессивная и человеколюбивая страна это россия ну в двадцатом веке вообще конечно россия собственно только собственного населения с помощью воин и репрессий я скажу так много миллионов со мной могу спорить много миллионов уничтожил собственного населения сейчас мы будут говорить что в америке линчуют негров черных и и вообще это но но сегодня 21 век сегодня 21 век россия как вела себя в двадцатом веке так и ведет мы вас слушаем да говорите громче пожалуйста спасибо спасибо ну тоже мнение мы вас слушаем нету ну вот есть вот человек дозвонился мы вас слушаем добрый день алё здравствуйте это вопрос конечно очень такой спорно в отношении приглашения россии назад ему и 8 потому что понимать а во первых давайте так смотрите украинская лично община голосует за демократов польская община тоже много демократов голосует это первое второе понимать и россию исключили и все игнори она игнорирует все международные которые там в отношении судьбы но тоже время если пригласить ее назад это неизвестно будет что на будет ли она так же самое игнорирует понимаете россия такая непредсказуема на дело что хочет абсолютно это это даже не дело что хочет это получается там путин сидит он и у меня за старым маразматиком на принципе разводят в другом смысле понимать у вас старая а у него мараза какой-то другой поэтому она непредсказуема и приглашать от этого может ничего не поменяться понимать это числа к вопросу как бы там какие пригласить для того чтобы повлиять как решил пафе они решили пригласить я на 5 пасы чтобы к этому повлиять но россия она абсолютно это ничего не реагирует и все поэтому это вопрос который как бы я думаю на вообще да пожалуйста спасибо а знаешь я хотел бы у нас остается не так много времени а кого все-таки надо было бы добавить например как ты думаешь эти ключи 7 так чтобы это была организация этот клуб укрепился например чтобы он больше как бы имел влияние вес как ты думаешь белоруссию не вне ну серьезно серьезно я шучу конечно а есть государство ну например я бы пригласил бразилию будем так говорить я считаю что бразилия с сегодняшним президентом это довольно сильное государство и государство которая могла бы решать вопросы именно южной америки то что было бы интересно наверное для штатов тоже и для штатов тоже как мне кажется я бы пригласил бы усилив эту организацию индии как сегодня наверное мощнейший азиатской азиатской страной которая вот растет экономически очень мощно и она бы влияла бы в этом регионе и мне кажется еще из европы пригласили бы поляков вот поляки мне кажется польша это серьезнейший игрок в восточной европе и было бы не лишнее чтобы польский президент появлялся на саммитах большой девятки смотри ген и бразилия и индия и больше больше они бы могли бы конечно усилить эту элитную организацию привнеся крупные организации внеся туда какие-то свои определенные идеи да да конечно поэтому давай будем резюмировать потому что нам уже надо немножко закругляться значит россии не место в g7 среди элитных государств среди элитных игроков когда она изменит свое поведение на мировом политическом поле тогда может быть кто-то трамп или его преемник или кто-то еще задумается над этим вопросом но пока нет я не а я думаю что россия конечно могла бы участвовать в этом клубе и наверное что что что-либо решала но не в ближайшее время не ближайшие даже может быть даже десяти лет великому наверное сожалению для многих наших радиоуслужащих всего вам самого наилучшего берегите себя берегите здоровье и до следующего раза до следующего раза до следующего раза до следующего раза